доброго вечера дорогие мои ну вот очередной вечерний сеанс я наверное посвящу на тему опять же вопросов моих друзей очень даже хороших дружей которые спрашивают у меня во что же вложить деньги вот сейчас в это время и стоит ли запасаться продуктами все такое вообще если честно мое мнение хотите узнать да вот закупаться вот этим сахаром гречкой продуктами короче говоря это во-первых глупо это во-первых глупо во вторых мы сами становимся соучастником того что магазины в полке магазинов опустевает опустевает не успевает видеть выкладывать новый товар почему потому что но нормальный человек обычно чтобы постоянно сахар берешь что ли или постоянный человек шампуни покупает или каждый бежит за макаронами нет конечно вот при равномерном распределении товара все стоит полка всегда пол полный потому что ну из ста процентов посетителей в день ну например может два процента может покупает сахар вот представьте себе ну пусть 5 процентов покупается это другие покупают например соки масло чем такой вот так вот каждый сахар и таких больших количеств мало кто берет обычно люди берут на килограммчик ну ну два килограмма вот тут когда набрасываются на это короче каждый по 5 килограммов там и все такое ни один магазин не выдержит ни один магазин не выдержит короче и даже самый богатый магазин богатым складами подвалах то у него будет не выдержит законе потому что потом уже доставать доставляет опять привет привозит опять товар да вот это тоже время надо а другие в это время которые не успели покупать которым просто нужен килограммчик сахара да просто килограммчик сахара он не сможет килограммчик убить потому что за него уже купили по 5 по 10 килограммов сахара затарили дома как будто собрались всю жизнь сахаром понимаете сахаром гречкой который потом заплесневели короче и все мусорку короче это глупо создавать вот такой вот панику вообще во время войны за панику расстреливали понимаете паника это очень плохая вещь во вторых те люди которые не знают экономику да вот свою экономику своей страны они это очень плохая это сахароперерабатывающие заводы сахарная свекла даже мы план перевыполнили это даже излишки были сахара сахара полно и везде и здесь то же самое здесь тоже бывало вот недавно я тоже побежал как идиот блин думаю 10-литровых это бутылы это самый сахар это масло не было и на следующий день все вышло и то что ажиотаж создали вот такой это и наказали много людей вот и правильно сегодня я вот посмотрел прокуратуры далее в россии указание чтобы за завышение все за все это наказывают вот я раньше помните говорю что торгаш это будет торгаша нет родины торгаша его родина это деньги все он зациклен на этом деле понимаете зациклен на этом ему пофиг барыга есть барыга кому война кому мат родная а помогать ста соучастником запросто можно это поверить в это что все исчезнет там годовой запасемся насколько ты будешь это сахар кушать годами что ли там 100 килограмм сахара накупил набрали 100 килограмм гречки а потом и другие закупили еще дальше друг другом сахаром будет обменяться поэтому это это все ерунда все вот этого делать не надо все это будет уже не те времена ну такой как в чем-то будет дефицит но не во всем вот сейчас турция хорошая перед самую же договоренности турция кстати не вошла санкционные это не поддержала и не собирается и инкубаторные яйца и другие продукты которые не упускается в россии взаимообмен будет шикарно будет жить и турция будет жить хорошо и россии сейчас вместо макдональдса турецкие сеты придут это чтобы обслуживать это кафе тоже прекрасно на базе этого мы свои создадим короче турецкие блюда разные они не хуже чем макдональдс если не лучше вот так что все будет нормально это панику поддаваться не стоит вообще абсолютно теперь наоборот как говорится те которые ушли это компанию рабочие места рабочие места ну думаю что сейчас то думаю вот видите уже я же говорю что вице-премьер вашего путина уже больше половины даже это запрета всяк бизнесе сняли я думаю что очень много запретов будут снимать думаю работать станет легче мне кажется я вообще-то оптимист по натуре человек понимаете оптимист вот я думаю что все будет хорошо все будет хорошо и туризм наладится турции россии все будет нормально я уверен что у меня очень много друзей турков которые хотят вообще сибирь видит хотят вот я им обещал как то я говорю будет время как-нибудь это мы слетаем я готов сибири его покажу вам я лиса морозы они вот хотят для них это самое думаю что вот так будем жить нормально будет все хорошо так что переживать не стоит за таких мелочей чтобы это еще не за стоит ли закупать турни и накупишься нафиг и накупишься ничего этого теперь вот вопроса во что вложиться во что вложиться недвижимость в доллары золото во что знаете может кому-то будет это странно но я скажу одну вещь вложите в самого себя вложите в свое здоровье понимаете не в апартаменты какие-то не шикарные квартиры не супер кар и машины не в золото а в самого себя вложить а достаточно резерв чуть-чуть должен быть дома это как всегда это обязательно варенья подушка всегда у человека должно быть какой-то ну чтобы накупить квартир целью потом мы продам разбогатею а может не успеешь строить виллу можете не успеть его только достроишь от тебя в этот день не станет будущем внуком правнуком строить что-то делали тоже глупо почему глупо потому что жил был один человек очень хорош человек это был мой папа который тоже строю строил дом строю строил дом он надеялся что его единственный сын там убежит и там будет сотни десятки внуков там туда-сюда и в общем все будет там это а где его сейчас его сын сначала же в россии сейчас живет здесь а там этом доме живут квадраты а его нет на свете там живут совсем чужие люди знаете вы можете построить этот дом а может там будет жить чужие люди чужие люди поэтому угробить свое здоровье заради апартаментов заради так как это не стоит вложите себя в свое здоровье свой отдых потому что каждый день у вас уходит каждый жизнь уходит она не возвращается нафиг мне огромные апартаменты были шикарный с видом на море если извините я буду на всем экономить чтобы потом его задержать это все платит огромные айдаты вот зачем мне это надо лучше меня будет маленькая квартирка зато я буду хорошо кушать нормально хорошо машины мне не обязательно огромный шикарный мерседес которым надо постоянно ехать на диагностику на все и за везде платить чтобы до его форсунок до его свеч добраться если бензиновые свечи надо пол машины разобрать чтобы до свечи добраться всякими технопрессингами сделано короче а на самом деле принцип работы одни и тот же двс двигатель внутреннего сгорания а сверху всякой при бомбахе все поставлено это все технопрессинг понимаете климат-контроль и там всякие тут 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 а басе у меня он автоматизировал бегает и все нафиг захотели ему свечу поменять капот открыл у меня ключ есть открылщик вытащил поставил новую свечи поехал дальше и голова мне не болит я не трясусь не дай бог его кто-нибудь посарапает не дай бог кто-нибудь его черкнет эту машину у меня есть такие друзья которые трясутся над своим машинам не дай бог кто-нибудь более не дай бог кто-нибудь черкнет эту машину очеркнут нафиг черкнут и не только черкнут и именно то что ты бережешь дает самое сделать и боятся трусти никто бы ничего не это вся своя жизнь угроблена на защиту вот этой машинки апартамента смотрят где-нибудь там у меня чистый не поцарапано ли у меня хорошие ли шторки у меня хорошо ли это вся жизнь ушла жизнь ушла все здоровье ушла от тебя потом конце концов со своими апартаментами за своим мерседесами кусочек земли сырой и сверху каменная плита с твоим именем все больше ничего ты не забрал отсюда раз год может быть покажи вы твоя родня будет ли проходить навещать вот их не станет все ты заброшенная могила на потому что у нас есть такой вот у меня с такой это ол сын ахтах внук чо внук правну йо внук проправну ятлок чужой а что такое до пятого дойдет всего пройдет около ста лет не пройдет даже один век не будет ты уже все ты уже забытый брошенная могила на со своим мерседесами апартаментами там виллами даже никто не будет знать кто там лежит на поэтому пока живете в себя вкладываете вкладывать свое здоровье свой отдых свою еду не обижает и свой желудок как мой папа говорил не слабо он не должен человек желудок свой обижать желудок больше обижать потому что надо же на содержание на всего этого надо же деньги на другую желудок подождет надо же что квартирка шикарная стояла за все обслуживание надо платить до мерседес надо платить чтобы не дай бог у него там это не потекло ничего это где-нибудь это все все должно уйти на свой шик такой которым нафиг никому не нужен блин поэтому вкладывать себя ребята вкладывать себя и все есть деньги вкладывать себя свое здоровье запас я говорю чуть-чуть должен у любого человека должен быть чуть-чуть запас чуть-чуть запас должен быть потому что мало ли что в жизни всякое будет но не так вот чтобы извините склады забивать или банк какой-нибудь затарить деньги деньги могут завтра ничего не будет стоить все может быть на свете не деньги не недвижимость не машина ничего не будет стоить настанут могут такие времена а у вас есть и здоровье не будет вы ничего это пережить не сможете если вы здоровы будете вам пофиг вы можете пещера гаражи а если здоровья нету все конец поэтому вкладывать надо себя себя своих детей на их на образование вот чтобы учились хорошее образование что получили сами учитесь тоже если это самое дополнительные какие-то профессии изучайте все все пригодится в жизни вот мой ответ на ваши вопросы всех вам благ доброго вечера пока